всем привет я домой пришла мне сейчас парень который живет в моем доме сейчас включим кондиционер помог донести мешок я получила посылочку от любимого василька вот такую думаю ну в этот раз уже точно маленькая будет ну где там опять гигантскую отправили сейчас будем смотреть что в ней ну вот парень говорит вам помочь я говорю ну помогите если не сложно и вот таксист не прямо до двери донес а парень уже до дома молодцы какие мальчишки вы даже не представляете что произошло смотрите что произошло произошла путаница в общем галя попросила взять для нее полотенца ну и вот всякие разноцветные она накидала мне ссылок и я разноцветных всяких и заказала и что вы думаете эту посылку по ошибке отправили в москву как я это узнала в общем посылка шла вот эта посылка она шла наверно два с половиной месяца потому что она гуляла она лежала в москве в компании сдек 30 дней потом ее направили назад отправителю вот и когда она пришла назад отправителю они мне пишут ваша посылка вернулась назад потому что вы ее не получили я говорю моя посылка не получена потому что она направлена по другому адресу я живу в красноярске вы отправили в москву минут через десять снова получаю сообщение извините пожалуйста это наша ошибка они еще мне написали ее расформировать или отправлять вам я говорю можете расформировать я уже сделала другой заказ они проверяют через 10 минут мне пишут извините пожалуйста это наша ошибка поэтому эту посылку отправим тоже вам и выставляете сколько у меня теперь полотенец теперь мне вообще нет проблем с подарками потому что реально для подарка это шикарные полотенца кроме того тут немножечко одежды я уже честно говоря даже забыла что это такое но два с половиной месяца они гуляли представляете и два вафельных халата вот таких они одинакового размера вот я взяла для одного человека потому что он такого же размера как я а вот эти палантины их уже давно нет на сайте но так как я заказала давным давно два с половиной месяца назад когда они там еще были поэтому я их получила теперь они у меня есть ну что давайте я вам покажу что не видели вы вот эти фисташковые полотенца вы точно видели уже вот эти вот грустничного цвета 70 на 140 яркий такой красивый цвет их тут два голубеньких два этих миллион а но эти маленькие вот эти по моему маленькие полотенечки в общем девчонки посмотрите сколько у меня красоты а это я все примерю сейчас пару полотенец вам покажу может не все еще видели пушистые хлопковые впитывают хорошо или вы знаете следом ведь посылка еще одна идет я ведь не ожидала что они мне это отправить следом еще одна посылка идет и там будут персиковые полотенца помните я заказала а оля у меня их попросила олег забрала вот и я следом думаю ну ладно закажу себе все теперь еще одну посылочку получу сейчас буду расталкивать по шкафам слава богу что они у меня есть но это будем примерять обязательно прям очень хочется примерить этот халатик хлопковый он тоненький у меня дома очень тепло поэтому махровый халат наверное мне ни к чему а этот пойдет смотрите халатик какой стопроцентный хлопок вафельный халатик там были белые по моему зеленые и вот такие голубенькие но что-то я захотела голубой смотрите какая прелесть я не хотела махровый потому что после бани здесь жарко в квартире жарко он такой тоненький прям легонький и мне видео такой халатик с карманами глубокими в общем я довольна ссылочку я оставлю посмотрите если они конечно там еще есть потому что мы реально посылка гуляла очень долго на причёску на мою не смотрите я сегодня сделала утром причёску на улице такой ветер поэтому я вся теперь раскудрявая так следующий так что там еще какой-то там еще платье следующий наряд такое платье брусничного цвета не пугайтесь что оно пришло летом но я делал заказ еще осенью когда было холодно поэтому платье платьице такое платьице все в паре отглажу будет красивое платье такое с кармашками там еще было цвета хаки но по-моему размера его не было хорошо что за это время я не поправилась и не похудела оно мне как раз как раз но поясочки я не люблю не ношу не знаете что в нем нравится с этим воротником можно носить длинные бусы прямо длинные такие можно носить самое то цвет может включить или нет здесь у у меня жилюзи закрыты поэтому так немножко сумрачно или наверное без цвета лучше лучше окна открыть лучше окна откроет пусть будет дневной свет вот так даже не знаю как видно хорошо мне и сюда лучше поставить на кресле когда сидела еще жарковато а сюда уже попадает ветерок так приятно здесь стоять ну вот такое платье теперь вам видно надеюсь все вот такое платье за девчонки она необычная не уверена что эти платья там еще есть посмотрите какое плечо такие крылышки я думаю что сапогами будет красивое с украшением вот это конечно не мой вариант глухой но если сделать украшением такой длинный это может быть будет и неплохо а цвет красивый смотрите какой она необычная и я в нем прям стройняшка вот это единственное платье такой трапеции которая не полнит то что вещи меня полнят меня это никак не беспокоит но тем не менее слушать я я знаю что у меня прическа вся разлохматилась но я делаю клянусь делала прическу утром просто ветер сильно я с этим мешком вот такой сарафан но это девочки точно не мой вариант если то что мерила до этого я смогу носить то это нет я его еще конечно постираю сарафанчик станет помягче но почему они сделали отрезной по линии талии я не понимаю вот если бы он был прямой просто было бы классно а то тут сзади какой-то пузырь такое впечатление что даже мне не хватает роста как будто этот сарафан на большой рот смотрите что это вот это мне не нравится вот это мне в нем не нравится этот пузырь как я его постираю в кипятке если он под сядет и станет нормальным покороче и поменьше а так нет хотя вот ткань неплохая конюшка неплохая сшита аккуратно но этот пузырь сзади отрезная талия это не моё конечно кому-нибудь подойдет но не мне поэтому имейте ввиду и и последняя вещичка это вот такая кофточка коди с капюшоном она 52 размера девчонки она такая огромная что мне кажется мне она нормально мне меньше не надо просто вот там представляете если бы я заказала 56 я бы мне просто утонула вот свободненько прям вот хорошая кофточка отличная капюшончик яркая но по-моему этих кофточек там уже нет там есть укороченные ну потому что два с половиной месяца гуляла посылка естественно там уже что-то закончилось но вот она мне нравится цвет мой размер тоже мой вот такие были примерочки сейчас девчонки еще я вам покажу полотенчики давайте вот этот малиновый посмотрите мне даже самой интересно вы посмотрите а это полотенчики полотенчики три штуки это наверное размер 50 на 90 вот такие я еще не заказывала никогда что это это девочки полотенца узбекистан я их прямо вот чувствую они видеть какие тоненькие по сравнению сейчас для сравнения еще туркменистан открою у них оформление одинаковое просто они потоньше а вот это девочки туркменистан так ниточка думал зацепка ниточка просто посмотрите насколько толще вот это все-таки потоньше а вот это прямо пушистое такое его и когда постираешь и напрям пушистая становится вот хотя будет оформление размеры одинаковые здесь вот этот рисунок греческий рисунок ну одно тоненькое и подешевле вот это сайта чуть подороже ой девчонки сколько у меня добра то теперь 50 на 90 50 на 90 вот такие лососики внешние бирюзовые бирюзовые 6 штук в общем девчонки сейчас еще вот это посмотрю тоже мне цвет очень нравится 70 на 140 нежно-мятного цвета большой 70 на 140 и палантины вот такие тонюсенькие тонкие-тонкие нежные такие такой осенний город так давайте-ка я разверну его такой рисунок осенний город листья желтые в общем для осени самый тоненький вот такой тоненький представляете прям невесомый такой красивый и их несколько расцветок тоже не такими на синим фоне фуксия это тоже город мне кажется с янтарем можно будет полотенцем эти вот эти шикарные тоже осенью вот это не два одинаковые и вот такой один оранжево-желто-синий все девчонки показала вам что мне пришло где-то еще одна посылка в пути не знаю сколько она будет идти но я вам обязательно покажу а на этом все ссылочки я оставлю под видео а теперь пока-пока до встречи в следующем видео